Друзья, я вас рада приветствовать на своем канале Животные Лайф, где я рассказываю о жизни различных животных. Ну а также буду рада вам на своем втором канале Люди Лайф, где я рассказываю о жизни и известных людей, и не очень. Ну а это видео о животном и семействе собачьих Чихуахуа. Желаю вам приятного просмотра, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Эта миниатюрная собачка, наверное, известна всем, ведь собака Чихуахуа на самом деле самая крошечная порода собак, которая существует. А назвали ее так из-за местности Чихуахуа. Это мексиканский штат, где нашли ее в 1850 году. Если рассмотреть Чихуахуа на фото, можно увидеть собаку, рост которой едва ли доходит до 23 сантиметров, а вес не превышает 3 килограмм. Правда, такими крупными, допустимо, могут быть только кобелям. Суки же весят и того меньше, всего до 2,5 килограмм. Расцветки шерсти могут быть всевозможными. Собаки Чихуахуа могут уметь как длинную шерсть, так и короткую. Сейчас принято думать, что эти крохи предназначены лишь для гламурных девиц, которые используют их в качестве модного аксессуара. На самом же деле порода Чихуахуа любима многими и заслуженно пользуется большой популярностью. Да, у этих крошек только одно предназначение. Они выведены для дружбы с человеком. Они не могут быть охотниками, а уж тем более охранниками или служебными собаками. Но от этого любовь к ним меньше не становится. Эта порода очень удобна в содержании. Даже в самой маленькой квартире ей всегда можно найти место. Ее легко брать с собой в путешествия и просто в поездки. Она прекрасный компаньон. Очень часто такую собачку берут в семье с детьми, но следует предупредить, что общение собаки с детьми нужно контролировать. Эта собака слишком хрупкая. Ей легко нанести травмы, поэтому игры с ней должны быть аккуратными. Если же дети слишком малы, лучше от этой породы отказаться. Порода игривая, подвижная, поэтому, как и в любой другой собаке, ей необходим выгул. Бытует мнение, что мелкие породы обладают очень сварливым, нервозным и капризным характером. Избалованы и постоянно просятся на руки. Это справедливо только отчасти. И, конечно, только хозяин виноват в том, что из маленького милого щенка вырастает маленькая, но совсем не милая взрослая особа. Дело в том, что этих крох многие считают живой игрушкой. Не редкость, когда дамочки таскают с собой чихуахуа на тусовки, вечеринки, в рестораны и на любые увеселительные мероприятия. Это стало модным и стильным. И мало кто задумывается из этих хозяек, какой вред такие походы приносят маленькой собаке. Громкие звуки музыки, крики, шум отдыхающих, дым сигарет, возбужденная обстановка никак не может положительно влиять на нервную систему собаки. А если к этому добавить, что каждый считает своим долгом схватить, потискать и щипнуть крошку, то стоит не удивляться, что характер у такой собачки сформируется крайне неспокойной. Независимо от размера следует помнить, что чихуахуа собака и требует к себе внимания и достойного отношения. Да, в силу своего роста эти собачки частенько просятся на руки. Кстати, это удобно и владельцу самой чихуахуа. Очень часто такие собаки просятся на руки, так как чувствуют свою незащищенность перед более крупными собаками. Но воспитанная собака прекрасно может себя чувствовать на полу, земле или траве, если хозяин не поленится приучить ее слушаться. Одним из не самых лучших качеств чихуахуа считают, что собачка может быть агрессивной и бросаться на всех, кто подходит к ее хозяину. Это объясняется только тем, что собака защищает хозяина и делает это тогда, когда ей просто кто-то не понравится. Такое поведение говорит о том, что хозяин не является лидером стаи. Собака-человек и собака берет эту функцию на себя, защищая свою стаю. Чтобы избавиться от такого поведения, хозяину требуется заработать себе статус лидера, а собаке требуется дрессировка и грамотное воспитание. Напрасно многие думают, что мелкие породы собак в дрессировке не нуждаются. Да, без дрессуры они не смогут загрызть прохожего или нанести существенный вред окружающим. Однако для того, чтобы с собакой было комфортно жить, чтобы уберечь ее от неприятностей и сохранить ей здоровье, дрессировать и хуа-хуа можно и нужно. А уж воспитывать своего любимца просто необходимо. Не лишним будет напомнить, что дрессировка – это некие действия обучающего характера, которые закрепляют рефлексы и навыки. Грубо говоря, это обучение командам. Воспитание же собаки – это прививание питомцу правил в людском обществе. Поэтому воспитывать собаку необходимо, независимо от того, какого бы размера она ни была. Собака не должна беспрерывно лаять, она должна знать свое место, не прыгать на хозяина и гостей, не забираться на колени без разрешения. Впрочем, хозяин сам устанавливает правила существования собаки в своем доме, а следовательно и направляет воспитание в нужное русло. Если же чихуахуа заниматься, то это будет изумительный компаньон, который не приносит в дом ничего, кроме радости, удовольствия и умиления. Уход за чихуахуа не отличается от ухода любой другой породы. По необходимости честь от ушей и по мере отрастания обстригают когти. Шерсть расчесывается специальной щеткой. Особое внимание следует уделять вычесыванию во время линьки. Купание не самая необходимая процедура, поэтому полностью купать собачку следует не чаще трех раз в год, используя специальный шампунь. Шерсть этих собак обладает таким свойством, что грязь сама спадает с шерстинок при вычесывании. А лишние водные процедуры только способствуют излишней влажности кожи. Очень важно проводить процедуры против паразитов. Средства используются точно такие же, как и для других пород. Только особенное внимание уделяется дозировке средства. Для того, чтобы чих был здоровый и жизнерадостный, с ним обязательно нужно гулять. Прогулки не ограничиваются временными рамками, но необходимо обязательно помнить, что в холодное время года маленькая собачка замерзнет гораздо быстрее, чем крупная, а шерсть ее совсем не согреет. Поэтому, когда на улице прохладно, собаке обязательно следует надевать комбинезон. Одежда для собак чихуахуа – это не дань моде или прихоть владельца, это необходимость. Очень важно уделять внимание правильному кормлению. Кормить можно как готовым, сухим и желеобразными кормами, так и натуральным кормом. Готовый корма следует покупать только в специализированных магазинах и выбирать корм супер премиум класса. Разрекламированные дешевые корма могут нанести непоправимый вред маленькому питомцу. Поэтому, по поводу выбора корма, начинающему собаководу лучше посоветоваться заводчикам или ветеринарам. Еще можно кормить натуральным кормом, это вовсе не означает, что в этом случае собаке даются остатки еды со стола хозяина. Еда для собаки готовится отдельно, из мяса нежирных сортов, круп, грешневый, рисовый и овощей. В этом случае нужно два раза в год проводить курс принятия витаминов, потому что только в овощах их собаке будет недостаточно. Перед тем, как купить щенка Чихуахуа, следует определиться, для чего берется в дом питомец. Это важно, так как от этого зависит цена собаки. Если нужен просто компаньон, то можно приобрести щенка Пэт-класса. Туда входят такие собаки, которые по каким-либо причинам не могут участвовать в размножении и выставках. Ну и цена у них самая небольшая, всего от 300 до 500 долларов. Собаки, которые вяжутся и могут участвовать в выставках, но имеют обычные потомства средней ценности, находятся в брит-классе и стоят уже от 500 до 1500 долларов. А вот собаки Шоу-класса стоят дороже всего, их цена начинается от 1000 долларов и выше. Сюда входят собаки, которые обладают особой породной ценностью. Можно еще купить Чихуахуа с рук и совсем недорого. Но здесь есть опасность вместе с щенком приобрести кучу болезней за свои же деньги.